Закон суров. Штраф в 50 долларов выписали госсекретарю Керри власти Бостона за то, что он вовремя не убрал снег напротив своего дома. Фотографию заснеженного забора Керри вывесили на сайте мэрии в назидание всем, кто неохотно откликнулся на призыв городских властей взять в руки лопаты и помочь коммунальщикам почистить город от последствий самого сильного за эту зиму снегопада. Пресс-служба Керри попыталась объяснить, он не смог вовремя помахать лопатой, потому что улетал в Саудовскую Аравию с начальником на похороны короля. Но мэрия это уважительной причиной не посчитала. И Керри извинился за нарушение порядка в доме. Сам начальник Барак Обама успел вызвать за этот визит массу эмоций, но уже у саудитов. Его жена Мишель решила не покрывать голову платком, как положено в Саудовской Аравии, что смутило наследников пророка, но не смутило Обаму. И извиняться за нарушение чужих норм никто не стал. Мой коллега Анатолий Лазарев решил присмотреться к визитам американского президента и понять, разве так тяжело соблюдать чужой устав? И как относятся американцы, в общем не самые церемонные люди, к привычкам первого лица? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот автомобиль даже в официальных документах называют «зверь». Бронированный Кадиллак Барака Обамы, повышенной проходимости, стоимостью полтора миллиона долларов, оснащен всем, чем только можно. Но даже такая машина в простейшей ситуации оказывается не на высоте. Зверь не смог преодолеть небольшую горку на выезде с территории посольства США в Ирландии и с унизительным скрежетом застрял. Так и Обама. Казалось бы, в полиции жиловец, который должен быть гурманом в дипломатической и политической кухне. Но главное блюдо на поверку оказывается фастфудом. Быстро, аппетитно, вредно. На одни и те же грабли президент США наступает по несколько раз. Вот свежий пример. Индия. Обама во время государственного визита на военном параде в Нью-Дели, в разрез не только с протоколом, но и нормами приличия, сосредоточенно работает челюстями. Этот эпизод уже даже лег в основу американского видеопособия, как и надо вести себя на публике. Президент Обама сегодня в Индии был замечен жующим жвачку. А ведь совсем недавно Обаму как раз критиковали за жвачку на сами театры с Китаем. Но выводы сделаны не были. Я часто называл президента Обаму народным позором. Но я не могу сказать так сегодня, потому что сегодня он международный позор. Китайская пресса сообщает, что в Пекине оскорблены тем, что президент США жевал жвачку. Мистер Обама публично жевал антиникотиновую резинку. Я оскорблен не меньше народа Китая. Нас учили в школе. Жуешь, поделись со всеми. Надо было привезти 1 миллиард 300 миллионов жвачек. А вы видели, что он устроил в прошлом году на моем шоу? Вообще сумасшествие. Отличился Обамой на королевском приеме в Лондоне. Тот за ее величество он понял во время британского гимна, что, впрочем, не смутило президента США. Он даже попытался чокнуться с королевой. Слышно, как она холодно сказала. Это же гимн. Только тогда Обама догадался опустить бокал. Впрочем, государственные символы собственной страны Обамы тоже не в особом почете. Вот архивные кадры, которые часто ему припоминают. Вместо того, чтобы по американской традиции по звуке гимна положить правую руку на сердце, он стоит, как футболист, в стенке перед штрафным. Да еще и переминается от скуки. Обама часто нарушает церемония. Вот он развлекается тем, что делает селфи вместе с премьер-министрами Дании и Великобритании на панихиде по Нельсину Мандели. То он, верховный главнокомандующий, небрежно отдаст честь морпеху, не расставаясь со стаканом кофе, то на саммите НАТО в британском Уэльсе поставят в неловкое положение формального хозяина мероприятия. В итоге с премьером Соединенного Королевства здороваются после заминки. Обама, по-видимому, только что сам себя повысил. Президент Обама теперь император Обама. Он и есть император. Верховный император собрался объявить войну американской конституции. Приветствую тебя, Баракус Максимус! Люди, мы должны были предвидеть это. Мы должны были понять, что он сошел с ума от власти, когда он назначил своего коня госсекретарю. Рабочие лошадки у президента не только в госдепе, но пашут далеко не всем. Помощников не оказалось рядом, когда Обама перепутал и попытался войти в Белый дом через окно. Когда надо было для телевизионной картинки эффектно забросить баскетбольный мяч в корзину, а президент из 22 попыток промахнулся 20 раз. Со спортом у Обамы вообще сложные отношения. Впрочем, справиться с мухой, докучавшей во время интервью, ему под силу. Кэш, пошла вон! Это самая настойчивая муха, которую я когда-либо видел. Так на чем мы остановились? А удар действительно вышел неплохим, не правда ли? Я прибил этого слабака. Что думаешь, Гибс? Отлично. А, вон эта муха лежит. Снимите. Из этой схватки Обама вышел победителем, но в целом, во время выступления и интервью, он предпочитает не импровизировать. Доброе утро. Рад всех видеть. Спасибо, что вы здесь. Есть только одна проблема. Мне не принесли текст моего выступления. Люди! Знаете, в пятницу обычные дела всегда идут тяжело. Отвечу на ваши вопросы после выступления, но сначала мне должны принести мой текст. Люди! Ну, наконец-то. Кто-то сейчас сильно вспотел за кулисами. Итак, доброе утро. А без заранее подготовленного текста тяжело путается в названиях, датах, в количестве американских штатов, в исторических фактах. Например, Обама считает, что Освенцим освободила армия США. Хотя на самом деле это сделали советские солдаты. У меня был дядя, который одним из первых американских солдат вошел в Освенцим, чтобы освободить концлагерь. И семейная легенда гласит, что когда он вернулся с войны, он закрылся на чердаке и полгода не выходил из дома. Обама признавался, что в юности курил марихуану, потом якобы преодолел наркозависимость. Но минувшим летом, расхваливая достоинства повара Белого дома, президент США нашел весьма своеобразное сравнение. Его пироги такие вкусные, как будто он добавляет в них кокаин. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Марина Доронина, Анастасия Берестенко. Первый канал. Вашингтон.